Сказ про то, как Абтырка царевну спасал Скоморожья фантазия на классические темы русского традиционного сказочного фольклора в двух действиях, семи картинах Действующие лица – четверо балаганных скоморохов-комедиантов одна женщина и трое мужчин, один из которых – вожак Они же в порядке появления – царь Тимофей, царевна Натальюшка, боярин, дед Гончар, Абтырка, банник и лишак Действие первое, скоморошина первое Из-за кулис по очереди выскакивают скоморохи Эх, ламца дрится, об царимца ца А поскорее начинать доходца Ух ты, смотри-ка, сколько робят Все, наверное, сказку смотреть хотят Ну что, придется начинать делать неча Но для порядка поздоровкамся Добрый день, аль вечер Делают кульбит Эх, ламца дрится, об царимца ца А сказку мы вам покажем про царя отца Да и про явоную царевну дочку Это шо не все, тут не ставим точку И шо про банника, да лешака Да про боярина денежного мешка Да про деда Гончара первосточейного мастера Да про Абтырку, куку, молодца Эх, ламца дрится, об царимца ца Снова делают кульбит А что, ребятишки, честно говоря Хотели бы вы посмотреть на живого царя Да не на меня гляди, ворона Скоморох-вожак одевается царем А наяво, видишь, на башке-то корона Вот он царь, всем своим величеством тут А кто угадает, как его зовут? Три вещи он любит Деньги, дочь, допить кофей А потом упразивается царь Тимофей А когда был совсем еще маленький крошка То маманька звала его просто Тимошка Теперь-то вишь вырос Сам взрослый Папашка И потому дочку его царевну То есть как зовут? Наташка Да не Наташка, а на тебе А царевна И потому звать ее Наталья Тимофеевна Актриса одевается Натальюшкой Взбрыкивает О, ишь кака, с гонором Все развлечения фыщет Проедает, понимаш, папенькины тысячи А чего у папеньки-то? У, долги накапливают ца Эх, ланца дрится, у царимца ца Царь и Натальюшка делают кульбит Убегают за кулисы По секрету сказать Удивлениями-то разными от женихов Она, о, как обеспечена О, то ишь и бесится О, делать неча То за то, то за это хватается На всех, понимаешь, орет Все ей не нравится Принцев, однако, к ей мать-муша сватается До печенок достали всех Включая отца Как же оно и понятно Выгодно невеста А вот только ей замужество Не интересно Царь нас упротив Об ей на свадьбе только и мечтает Все ишь преданное копит Кажем день казну считает А потому конфликт между имя Неизбежен Скоморохи ставят декорации Дворцовых покоев Все, туши свет С остальными вживу познакомимся Тихо, слышишь? Эта сказка начинается Эх, ланца дрится, опца римца ца Приложив палец к губам на цыпочках Скоморохи уходят за кулисы Темнота Картина первая Дворец Натальюшка чуть ли не пинками Выталкивает на сцену царя И боярина У царя казна, которую он все время пересчитывает И слуховая трубка Царь глуховат на ухо Но то, что ему надо, слышит хорошо Боярин несет на подносе кофейную чашку В продолжении сцены царь к ней прикладывается Натальюшка Папенька, встань сюды Царь чё? Прикладывает к уху трубку Натальюшка Боярину Ты, бородатый, встань сюды Царю А ты Сядь сюды Царь понял без трубки А, ну, тот другой разговор Сел, отхлебнул кофе Считает казну Натальюшка боярину Повернись-ка, бородатый Тот повернулся Ещё Повернулся Ещё Повернулся Ещё 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 Боярин вертится волчком Стой Боярин вертится Стой, говорю Царь тихонько Ой-ёй Боярин, закружившись, чуть не падает Натальюшка Вот ты отвечай теперь Кто Ты Есть такой Боярин Шатаясь Наталья Тима 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 Февна А что ли я теперь тебе Юла Натальюшка Неправильно Отвечаешь Что ты мне Давеча привёз Всё расхваливал Боярин Самогудную Машину Для музыкального Увеселения Оркестреон С механикой Натальюшка Вот Вот эта вот Дрянь твоя Самогудная Это одно И то же Гундит Одно И то же Гундит Надоело У папеньки От неё Не то, что голова Корона На ней болит Цареха Мой болит Болит Шитает дальше Натальюшка Вот теперь И крути За место Нё сам Боярин Вопросительно Смотрит на царя Царь А что А гимн Она знаменито Представляет Меня Наравится Боярин Да Я ж тебе К ей в придачу Глухоморские Раковины Сообразил Подвяжи К ушкам На вроде Шор Лошадиных И будет тебе Услада музыкальная На манер Переносной Натальюшка Что Папенька Ты слышал Он Меня Он Меня Лошадью Царь Да чё ты Так-то Вспоминает Про трубку Чё Натальюшка Махнув На него рукой Боярину Ну и что Всё что ли Больше ничего Не привёз Боярин По часа В голове Троеколую Корету Быстро беглую Натальюшка На мелкие Лемтюги Твою Троеколку По нашим тропкам Трясёт шибко Аж до живота Пробирает Что ещё Боярин Пытаясь вспомнить Воду ягодную Замороженную Натальюшка Где вода Где заморожена А почему Не вижу Боярин Как где Так ты же её Во весь пост Только и кушала Сама сказала Больше не хочу Натальюшка А теперь хочу Бегоп чтоб принёс Боярин с тоской Смотрит на царя Тот виновата Пожимает плечами Царь Тихо Боярину Ты милый Ступай Вижу у неё Сегодня Опять Того Боярин Вздохнув Пошёл Натальюшка Стой Боярин Останавливается Принесёшь воды Замороженной Буду тебе Ёлкой наряжать Так что Лап Еловых Захвати Боярин Тяжко вздохнув Может вертеп Лучше принесть Мелкозорной С живоскопом Царь Навострил Лучше Чё Боярин Смотришь Все вертеп И всякие сопредельные дела И даже пожары Увидеть возможно Царь Ай-яй Какая Для государственных желаний В полезная удивительность Натальюшка Вилипутов Своих Сами В коробке Рассматривайте А мне их Жалко Сказала Воды Хочу Топает Ногами Хочу 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 Боярин Обречённо Вздохнув Выходит Натальюшка Буду 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 Соображает Чем бы заняться О Царь Думает Что он Свободен Текс Ну так Это Я пойду Натальюшка Сидеть Никуда Ты не пойдёшь Ты так То на войне То по заграницам Царь Чё Натальюшка Расшалившись Дует ему в трубку Царь отшатывается Она машет рукой И начинается Музыка Дуэт Царя Тимофея И царевны Натальюшки Натальюшка Сними корону Сядь Надень Вот эту шляпу Давай-ка Будем танцевать Царь В ужасе Ты б, дочка Отпустила папу Натальюшка Постой Возьми букет Как раз Для натюрморта Царь Приложил в трубку Шо говорит она Ругается Про морду Натальюшка Нет Лучше встань Вот так Отставь свою казну Царь Шо-шо Ах, я дурак Кого-нибудь казню Возмущённо ходит В замужество пора Ведь сотня женихов Натальюшка И сотни женихов Три сотни Дураков Царь Ты, дочка Не груби Оставь мне Штуки эти Натальюшка Ведь для тебя Рубли Важней Всего на свете Царь Меняет тактику Становится Нежным Ну Не кричи Не кипятись Ну Будь Чуть-чуть Помягше Хочет обнять Дочь Но та Отстраняется Пойми Что это Не каприз Оставь Ты эти Нежности Телячьи Царь Ну Ладно Я стерплю Всё Я отец Но С женихами Почему ты Так Резка Натальюшка Папуля Рассмотри Ты эти Рожи Наконец Все Надоели Все Подарки Тоска Чего-нибудь Хочу Чтобы Душа Запела Возьму Отколочу Всех Женихов За дело Царь Хоть бы Раз бы До конца Ты б Дослушала Отца Ведь Не даешь Сказать Ну Что ты Делать Будешь Натальюшка Что делать Показать Всем Претендентам Кукиш Царь Прости Но Это Блаж Шо Хочешь Думай Дочка Натальюшка Папуля Перестань Не то Войду Я враж Всех Разгоню И точка Царь Ах Так Дочурка Но Тебя Сейчас Я высеку Любя Делает Из цветов Розги Натальюшка Папаня Только Тронь Папаня Берегись Царь Сейчас Разложу На трон Натальюшка Папаня Царь Хватит Брысь В дверях Появляется Боярин С мороженым И охапкой Еловых веток Царь В сердцах Швыряет Казну Та Со звоном Рассыпается Музыка Обрывается Натальюшка Свизгом Убегает Боярин Прячется Прикрывшись Лапником Царь Мается Ему Муторно Это Ж просто Она Издевается Раз Последними Словами Ругается То За то То за это Хватается Все не то Все не так Шо она Говорит Где мой Кофе Ну вот Будто Сердце Болит Прикладывается К чашке Опускается На колени Ползает Собирая Казну Ой Божечки Мои Ой Шо же Я наделал Придану Я разбил Все Деньги Разбросал Раздвигает Еловые Лапы Натыкается На Боярина Страшно Напуган А Ты Ты че тут Как шпион Предательский Притаился Бунтовать решил Или че Задумал Супротив Царя Боярин Сам Напуган Да ты че Ваше величество Да не Не боже мой И привычки Такой нету Чтобы Че Задумывать Вон там Вон вижу Денежка Закатилась Указывает Царь ползет Подбирает Денежку И вот там Указывает Царь ползет Подбирает О А вот там Вот Сразу Две Царь ползет Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не А? Ползи ему туда, ползи ему сюда. Боярин напуган уже всерьез. Да ты что, Ваше Величество, да не в жизнь. Да я же от сердца, царь, от сердца, говоришь? Встает, делается Грозин. Больно ты дальнозоркой, боярин, трясясь. О-о-о, батюшка, ой, дальнозоркой я, царь. Ну, дык, это ничего. У меня лекарства есть от дальнозоркости. Боярин, очки? Царь, неа, лучше. Сабля называется. Моргнуть не успеешь, исправим твою зренью. Боярин валится ниц. Пощади, отец родимый. Да я же от сердца, царь смягчается. Ну, ладно, сердечный выискался. Это я так, тренируйся. Что там у тебя в руке-то, боярин? Так это вода ягодна заморожена. Хош? Царь. Не, не, видали, да? Он еще спрашивает. Конечно, хочу. Забирает. Мороженое с интересом пробует. Потом с удовольствием ест. Ну, давай, казну собери. Да, совет держать будем. Че нам с Наташкой делать? Боярин бросается собирать деньги. А с какой Наташкой? Царь. Ну, с дочкой, с царевной-то ись. Боярин. А, с Натальей Тимофеевной? Царь. Именно, именно с Тимофеевной. Ты ж ради нее мне тут углы топчешь. И че ты в ней нашел какую-то такую занозу? Боярин. Эх, ваше величество. Занутрила она меня. Вот прям не знаю чем. Царь. Да уж, вижу. Много вас таких. Боярин приносит деньги. Царь подозрительно прищурился. Сешь или собрал? Боярин. Обижаешь. Ваше величество. Все, до полушечки. Царь. Ну, ты гляди. Я ж потом перешитаю. И ежели какая недостача, Ого-го-го. Зрению твою будем исправлять. Еще одна с комарошином. Вот вам, ребятки, Типична картина как есть. Будущего зятя Ругает будущий тесть. В казну, вишь, разбили. Вот незадача. А ну, как обнаружится недостача? Боярин достает свой кошель, Сыплет из него деньги в казну. Ты че делаешь-то? Ты че делаешь-то? Ты че это? Ты че сыплешь-то? Боярин вкратчу. Так ведь, чтобы не было недостачи. Царь повеселел. А, это ты правильно. Это ты сып-сып-сып-сып-сып. Ты молодец. Боярин. Фух. Фух. Кажись, пронесло. Царь ужасно доволен. Прикрывает казну на ключ. Отхлебывает кофе. Поглаживает казну. Интимно понижает голос. Ну, ты это... Так сказать, для блага. Так сказать, для процветания. А лично мне пищенку на три дня. Не, я отдам честно. Ну, только процент. Ты уж там того. Ну, дочка, видишь, форды бачи пристала. Купи эти заморские томодоры или поматы. Господь их разберет. Боярин. Так, Ваше Величество, мы же завсегда. Не убежайте, осчастливьте. Примите. И без этих, без процентов, передает царю деньги, как взятку. Это от сердца. Царь по-деловому берет деньги, пересчитывает, отворачивается и долго копается в одежде, прячет их. Поворачивается совершенно счастливой, оглядывает боярина. Ох ты, посмотри, какой! И дальнозоркой, и состоятельной, и сердешной, и хитрой. Прямо вот то вы жених. Боярин польщен. Ну что ты, Ваше Величество, не от хитрости я, от сердца. Царь, а ты, ежели чего, и долгосрочный кредит можешь? Ну там, на храм. Боярин выразительно пожимает плеча. Мол, ну как и конечно, царь чешет голову, прищуривается. Ой, шо ж делать-то, а? Как же, Энтик-то, иноземцев-то отбрить? А? Ну, она туда уедет, а мне оттуда шиш. А этот-то под боком, случись, че, и приструнить можно. К боярину. Вот давай вот от сердца совет держать будем. Боярин в сторону. Ну, господи, неужели это вон случай? Господи, направь и образуем, не дай упустить. Царь, вот ты вот мне и скажи, чего мы с тобой будем с Наташкой делать? Боярин в сторону. Пронеси. Господи, не дай че лишнего сболтнуть. Царь, скажешь, че дельное? Дикой, не обижу. Боярин в сторону. Он просит помощи. Ну, чем ему помочь? Да чтоб себя-то тоже не убедить. Придумаю-ка что-нибудь про дочь. Громко. Тут главное причинный корень видеть. В сторону. А, пускай он думает, что доченька больна. А там и мне, глядишь, достанется она. Шепчет царю на ухо. Выразительно крутит пальцем у виска. Царь, да ну! Боярин. Ну да. Шепчет, крутит. Царь, побожись. Боярин. Вот тебе крест. Шепчет, крутит. Царь, и заметь, заморские лекаришки. Не-не, не помогают. Боярин. Да прохинди они. Шепчет, крутит. Еще одна сковорошина. Вот вам опять типичная картина, ребятки. Поверил царь боярину без оглядки. Подзаработать-то царь не прочь. Вот за копейки и продал дочь. Начинается музыка, дуэт царя и боярина. Говоришь, болесть? Говорю, болесть. А тайком узнать? А как в душу влезть? Говоришь, лечить? Говорю, лечить. Тут не насморк ведь. Тут душа болит. Значит, говоришь, это боль души. Точно, боль души. Царь, все. Указ пиши. Прервается музыка. Тот-то я смотрю, не пойму, что такое. Дурит и дурит. А оказывается, болеет. Поверим в сторону. Известная болесть. Ничего, ничего. Под арками завалим. Такое удивление найдем. Ого, замуж выйдет. Остепенится. Пообломаем. А нет, чеснем поперек спины. В раз излечится. Царь. Ай, доктор. Ну, готовься. Как вылечим. Замуж ее за тебе отдам. Боярин замер от счастья. Да ладно, это я так. Тренируйся. Успокойся. Пошутил я. В сторону. А вот он, выход. Политическая игра. Похоже, мне ее начать пора. Пускай все думают, что доченька больна. В рассудке помутилась она. А она у меня умница, красавица. Ну, че ж с гонором попозже и справится. Женихи-то дураки да пройдохи отвалятся, а тот, кто нам нужен, останется. Эх, ламца трица, обцаримцаца. Чрезвычайно доволен, подмигивает боярин. Ну, пошли. Указ диктовать буду. Сбрасывают дворцовые одежды, начинают перестановку декораций. Сбрасывы. Сбрасывает. Сбрасывает. Сбрасывы.